К украинской армии я отношусь с уважением. Эти люди защищают свою землю и они делают это смело. И стойко, и я считаю, что это заслуживает уважения. Как вы относитесь к украинской армии? Ну, нацисты. Да, конечно. Как вы относитесь к украинской армии? Украинской армии. Плохо, это фашисты. Я считаю, что украинская армия защищает свою страну. Для меня то, что я увидел, вот это сопротивление, этот масштаб, это продолжительность во времени и реальные успехи. Большое уважение. А как относитесь к спецоперации? Потрясающе. А вы делаете, пытаетесь там родственникам рассказать свое мнение? Я пытаюсь рассказать то, что я прочитала от свидетелей непосредственно, которые находятся в Мариуполе, в Арькове и вообще на Украине. Пытаюсь передать информацию, которая им недоступна, и на спасение. А вы знаете, что у нас большинство людей думают иначе? Я не знаю. Как вам быть в меньшинстве сейчас? Тяжело. Тяжело. Я чувствую, что у меня нет страны, и что западная культура вся нас отвлекает сейчас. Получается, что я чужая там, я чужая здесь. Вы знаете, я даже не понимаю, есть ли она вообще украинская армия. Потому что мое представление сейчас только о том, что там против нас сегодня, или кого мы там защищаем. Это те, которые к армии никакого отношения не имеют. Армия не может воевать против своего народа. Там сложная ситуация, поэтому я стараюсь от этого отдаляться. От всей этой ситуации, поэтому я не особо проинформирован в этом плане. Естественно, я против войны, против всего, что происходит сейчас. То, что до меня все-таки доходит, это, конечно, ужасные вещи. 48 часов до суда провел я в отделении за одиночный пикет, во время которого ко мне подошел человек, и вот за это на 48 часов и суда. А что именно в плакате? Нет, две звездочки и нет. И у меня этих плакатов уже изъяли три штуки. Два из них сейчас на экспертизе, один в суде. Вижу, что все-таки большинство разделяет мнение о том, что вот то, что происходит, мягко говоря, неправильно. Я вижу это, но я вижу также и их трусость. Просто будем называть это прямыми словами. Многие на меня обидятся. Это трусость и ничто иное. Трусость и малодушие.